Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова. В гостях у меня сотрудники полиции, потому что сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных Тверской полиции. 5 июня – День образования российской полиции. Мы об этом неоднократно говорили, и сегодня говорим о конкретной службе в конкретных подразделениях. Итак, Андрей Эдуардович Иванов, заместитель начальника ОМВД России по Тверской области. Андрей Эдуардович, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Сергей Николаевич Егоров, заместитель командира отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции ОМВД России по Тверской области. Сергей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. И Павел Николаевич Милютин, заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Твери. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, патрульно-постовая служба полиции, наверное, как и госавтоинспекция, это строевые подразделения. Госавтоинспекция тоже считается строевым подразделением. Давайте объясним нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям, что же такое строевое подразделение, почему так называется. Ну, строевое подразделение, как из названия следует, то есть это подразделения, которые, в общем-то, изначально вышли из рядов вооруженных сил. То есть, как бы, это первые подразделения, которые встали на защиту граждан города и жителей нашей страны. Это, как бы, сотрудники, которые имеют особый уровень строевой выправки, подготовки физической, морально-психологический уровень самосознания. Те, которые могут выполнять задачи, которые поступают на сегодняшний день. То есть, именно особого уровня подготовки сотрудников. Как и патрульно-постовая, так и дорожно-патрульная служба. Так, госавтоинспекция, которая теперь, наконец, называется не ГИБДД, да, учили-учили 20 лет ГИБДД, теперь снова возвращается все на круги своя. Что касается госавтоинспекции, просто люди привыкли, наверное, видеть, постовые стоят сотрудники, инспекторы, да, которые либо регулируют движение, либо вот они проверяют, как тот или иной автомобилист или пешеход выполняет правила дорожного движения. Но ведь там еще очень много других, да, всевозможных подразделений, которые внутри, которые занимаются очень многими вещами. Ну, безусловно. Организация дорожного движения, то есть, она не стоит, но она как бы основной, это инспектор дорожного патрульной службы. Но в то же время у нас обеспечивается несение службы, это и составом наряды дежурной группы, и лицами, несущими службу в подразделениях административной практики. Соответственно, по обеспечению это штабное подразделение, которое организует, анализирует, собирает информацию, передает, и на основе этого анализа. То есть, уже мы пытаемся корректировать именно несение службы инспекторовским составом, чтобы, скажем так, минимизировать риски на дороге и упростить где-то службу, и упростить, скажем так, жизнь на дороге нашим гражданам. Строевое подразделение тоже, вот как сказал Павел Николаевич, что как бы все образовалось из вооруженных сил, да, особо подготовленной. Но у вас в госавтоинспекции и женщины работают, служат? Женщины у нас служат не только в госавтоинспекции, то есть вообще в полиции. Вот мы, да, мы с удовольствием принимаем свариды женщин, то есть они также наравне с сотрудниками и мужчинами, то есть несут в том числе дорожно-патрульную службу. И в том числе дорожно-патрульную службу? Ну, как бы в нашем батальоне таких девушек у нас нет, пока, скажем так, да, то есть в области, да, то есть они прекрасно справляются со своими обязанностями и несут наравне с мужчинами именно дорожно-патрульную службу. Ну и основное, то есть это, конечно, у нас группа по исполнению административного законодательства, кадровое подразделение тоже, женщины у нас прекрасно себя чувствуют и, как бы сказать, справляются совсем не хуже и даже где-то лучше, чем мужчины. Павел Николаевич, а у вас? У вас же тоже есть представительница прекрасного? Да, у нас тоже есть ряд сотрудниц, которые несут службу на должности полицейского кинолога, на должности полицейского. В общем-то, скажу огромные слова благодарности женщинам, девушкам в погонах, которые выбрали для себя столь непростую службу, которые для мужчин это, ну, не каждый может по плечу достойно справиться. Женщины справляются достойно. В общем-то, у нас, как бы, ну, возрастной уровень в основном это молодые девушки, ну, так в районе 25-30 лет. То есть, в общем-то, они активные, прекрасно справляются с тяготами службы, с поставленными задачами. Особые слова благодарности полицейским кинологам, девушкам, которые несут службу со своими напарниками. У нас немецкие овчарки, то есть, это служебно-розыскные собаки, собаки по розыску взрывных устройств, взрывных веществ, наркотических средств и прекурсоров. То есть, они на пять с плюсом, я бы даже сказал, выполняют свои задачи. То есть, берем пример. А сейчас для кинологов работы-то много, но и всегда была, но сейчас вот такая ситуация, что... Да, и нам зачастую приходится брать пример их выдержки, их профессионализму. Ну, в общем, молодцы. Мы рады, что в наших рядах девушки несут службу. Андрей Дородич, а вообще вот в различных других подразделениях, вот мы уже говорили, да, на одном из эфиров, что в следствии, да, когда новый начальник приехал в управление следствием, он удивился, ну, это же сколько женщин. Работают и работают прекрасно. Как у нас сочетание мужчин и женщин процентное? Есть некоторые, конечно, тенденции, но есть, я говорил уже, так называемые, там, женские и мужские, не буду обозначать службу. Например, в подразделениях дознания больше работают у нас женщин. В подразделениях следствия больше работают женщин. В подразделениях по делам несовершеннолетних тоже это в большинстве своем женские подразделения. В то же время удельный вес женщин, в общем массиве сотрудников органов внутренних дел год от года растет. У нас он, как бы, мы шагаем в этом смысле в ногу со всеми тенденциями, которые есть по России. Но понимаем, что есть подразделения, где преимущественно все-таки службу должны нести мужчины, и пока это так и происходит. И в батальоне патрульно-постовой службы, несмотря на то, что там действительно есть женщины, которые достойно себя проявляют в пресечении правонарушения, вдумайтесь, люди работают на улицах, в общественных местах, занимаются очень важным и нужным делом в областном центре, патрулируют улицы. Как правило, это смешанные у нас наряды, где и женщины, и мужчины присутствуют. Знаю, что есть наряды, где именно женщина является старшим наряда. Вот это, как бы, распространено тоже, имеет место быть в силу того, что имеет больше опыта, более выдержанные, но и имеет соответствующие морально-деловые качества, которые позволяют им руководить в целом наряда и принимать решения при патрулировании и выезде на месте происшествия. Поэтому, да, такие тенденции есть, и мы наравне с мужчинами рассматриваем наших коллег-женщин, как кандидатов для приема на службу в органы внутренних дел, на общих основаниях. Никаких ни преференций, ни препонов для этого у нас нету, что называется, у всех одинаковые права и возможности. Кстати, Павел Николаевич, вот Андрей Довардович сказал слово «выдержка», у женщин больше выдержки, для сотрудников патрульно-постовой службы. Вообще, что нужно иметь? Ведь люди разные. Вы один на один, вот, да, вы первыми часто приезжаете на место происшествия, да? Наряд патрульно-постовой службы, люди-то разные. Конечно, и еще зачастую эти граждане находятся, бывает, что и в состоянии наркотического опьянения, алкогольного опьянения или иного токсического, то, конечно же, необходимо прежде всего, наверное, наряду с уровнем физической подготовленности, моральной подготовки, еще и самообладание, выдержку именно на месте происшествия, когда прибывают, бывают разгоряченные граждане, ведут себя не вполне, мягко скажем, корректно, бывает и грубят сотрудникам полиции, и, ну, различные такого рода инсинуации могут происходить. Поэтому, конечно, выдержка полицейского, прибывшего на место происшествия, на, во главу угла ставится. Так хочется, да, когда вот ответить тем же самым, да, в ответ, потому что, ну, все люди, да? Ну, этого делать нельзя. Конечно, закон нам этого не позволяет. Вот, кстати, при поступлении на службу у нас граждане, которые соискатели, кандидаты на службу, они проходят ряд и медицинского отбора, и ряд психологических испытаний. То есть, так сказать, человек чужой, человек, не подходящий к нам, в наши ряды не попадает. То есть, как правило, это достаточно тщательная проверка, тщательный анализ его возможностей, способностей, и в том числе и умственных, и психоэмоциональных. То есть, там ряд существует испытаний, и все наши соискатели их проходят. Только после этого могут попасть в наши ряды. Но мы еще отдельно поговорим про условия приема на службу. Сейчас прервемся на небольшой перерыв. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня вновь говорим о службе в полиции. Сегодня у нас представители строевых подразделений. И, Андрей Дуартович, вы у нас мало того, что отвечаете за кадры полицейские по всей области, вы сегодня еще говорите за участковых полномоченных, да? Потому что сами работали, да? Служили в этом подразделении. Да, я служил в этих подразделениях. Начинал службу, руководил этой службой участковых. Но говорю не только за них, говорю за все органы внутренних дел участковых. Действительно, одна из ключевых служб наравне с патрульно-постовой службой, с сотрудниками ГИБДД стоит, если можно так выразиться, на переднем крае борьбы с преступностью. Всегда так было и всегда так будет, пока эта служба будет существовать. Функционал огромный. Самая основная задача – это предупредить, не допустить совершения преступления, либо правонарушения. Чтобы потом уже не приезжал, допустим, тот же самый дежурный экипаж патрульно-постовой службы, да? Лучше это профилактировать. Поэтому, конечно, участковые – такая служба, которая работает среди населения, с населением. Категория, конечно, задачи, которые выполняет участковый, она достаточно приличная. По большому счету участковый на административном участке должен уметь сделать все. И предупредить, и провести профилактическую беседу, и составить административный протокол, протокол об административном правонарушении. Если необходимо, задокументировать преступление и правонарушение. А в сельской местности зачастую это и приходится делать самому участковому, который находится на отдаленном административном участке. Безусловно, это и работа участкового на месте происшествия, если такое происшествие случилось на его административном участке. Ну и, конечно, уже одна из таких серьезных направлений для работы участкового – это рассмотрение обращений и заявлений граждан. Это значительная часть. Именно участковые рассматривают большинство, более 60% всех обращений, которые поступают в органы внутренних дел. Они различны. У каждого человека своя беда. Для каждого человека именно его беда кажется самым главным. И здесь очень важно проявить такт, понимание, очень грамотно разобраться в ситуации, которая иногда ограничит, вы понимаете, с разными аспектами нашей жизни. Где-то это некомпетенция полиции, но надо человеку объяснить, кому ему надо необходимо обратиться. Где-то смешанный вопрос. Тут надо и по линии полицейской разобраться, кого-то поставить на место, составить административный материал, либо провести просто пробеседу. Ну и, соответственно, подсказать, куда человеку обращаться для разрешения его проблем. Кстати, столько задач, я просто знаю, я неоднократно и освещала работу участковых, и фильмы делала. У нас остались в области так называемой, потому что все равно на роде сохранился образ Анискина. Куда бы ни было. Те, кто уже со стажем 20 и более лет. Есть такие? Есть такие люди, которые со стажем и 20, и более лет еще остались такие люди. Но, к слову сказать, конечно, Анискин, как герой книги известной и фильма, это, конечно, персонаж, это участковый. Но, наверное, современные Анискины выполняют гораздо больший функционал, который показан в фильме и рассказан в книгах. Действительно, сейчас другое маленечко время, с другими вызовами сталкивается и страна, и, соответственно, помимо профилактики и предупреждения раскрытия преступления, участкового существует масса и других задач, и они так же, как и коллеги из других служб, привлекаются и на охрану общественного порядка, и так же борются с преступностью. Могу сказать, что участковыми в среднем каждое третье раскрытое преступление в области, это преступление, раскрытое участковым. Имея только за этот период более 10 тысяч административных правонарушений пресечено. То есть это люди, которые, в общем-то, трудяги, которые работают среди населения, во благо населения, обеспечивая общественный порядок не только на улицах, но и в общественных местах, но и в жилом секторе. Да, понятно. Сергей Николаевич, много молодежи сейчас приходит, начинает, как правило, молодой сотрудник госавтоинспекции, это вот на дороге, да, проверяется, что называется, в деле сразу, или как? Ну, здесь зависит все от, скажем так, осознания того человека, который идет к нам на службу. Точно так же, как Павел Николаевич рассказывал, да, все, проверка идет обязательно. Это мы, да, то есть мы на этом уже остановились, то есть проверка, она у нас примерно одинаковая, грубо предназначение, то есть у нас одинаковое, то есть это все, оно осуществляется в полном объеме. Вот, ну, просто госавтоинспекция, как и патрульная постовая служба, то есть это наружные наряды, да, полиции, которые всегда находятся, скажем так, в тех условиях, которые у нас имеются в данной ситуации в конкретном месте. То есть это и погодные условия, да, то есть это и какой-то там, возможно, политический фактор, да, то есть там мероприятия массовые, то есть вот это вот все. И сотрудник, именно приходя в дорожно-патрульную службу, да, то есть он все-таки должен понимать степень своей готовности именно к дорожно-патрульной службе, потому что она предъявляет кандидату, то есть ряд требований, которые, скажем так, не предъявляются к сотруднику, который обеспечивает внутри подразделения службу, допустим, инспектор ПАИАС, да, вот, исходя из этого, у них даже разные, скажем так, законодательством разные надбавки установлены, да, то есть это все чуть-чуть градируется. Вот, и именно дорожно-патрульная служба, то есть все-таки это, конечно, место для именно молодых сотрудников, потому что не очень просто, да, сотруднику возрасте уже находиться на проезжей части, например, смена у нас это в среднем 12 часов, да, то есть из них где-то примерно 8 часов, это точно на ногах, вот, под, я еще раз повторю, под различными погодными условиями, которые в кабинете ты это переживаешь, скажем так. Да, иной раз просто вот жалко, смотришь, смотришь, ты едешь в автобусе или ты едешь в машине и видишь, что человек стоит. Просто стоишь в кабинете и говоришь, ну, дождь, а на дороге это не ну дождь, это опять дождь, и у тебя может случиться дорожно-транспортное происшествие, и ты уже, соответственно, не можешь никуда деться, вот, и несешь дальше службу, обеспечиваешь, скажем так, безопасность и, скажем так, устойчивое движение транспорта. А приходят молодые? Молодые приходят, то есть у нас работа эта активно ведется, вот, молодые сотрудники приходят, успешно проходят отбор, ну, не все, как бы нам хотелось, не в том количестве, скажем так, да, то есть как бы хотелось, ну, по ряду причин, там, здоровье у кого-то, что-то там, образование может, ну, нам, к сожалению, не подойти, да, вот, но тем не менее, то есть основной вал, вал последних назначений, то есть это только молодые сотрудники. Хотя у нас законодательно, то есть разрешено принимать сотрудников уже более возрастных, ну, именно в ДПС, то есть идут уже сотрудники, вот, только служившие в армии, то есть основной поток. Ага, я так думаю, что многие со мной согласятся, что за последние годы, как мы долгие годы приучали, помните, народ пользоваться ремнями безопасности, приучили, я думаю, на 90%, так и культуру на дороге, да, помните, говорили, культуру на дороге. И сейчас, когда подходит инспектор ДПС, наверняка многие уже за долгие годы привыкли, это культурный, вежливый человек, который точно так же, вот, как вы говорили, да, он должен как-то себя сдерживать, даже если в ответ ему что-то нелицеприятное, да, предъявите, да, четко знающий закон и держащий себя в руках. Ну, это, конечно, основа службы, потому что по-другому в службе находиться невозможно, то есть если ты будешь проявлять свою агрессию, которая в тебе заложена, да, то есть тебе, в принципе, не место в правоохранительных органах, потому что эта агрессия, то есть она рано или поздно из тебя выйдет, и вот это вот, к счастью, то есть у нас существует психологическая служба, которая вот таких вот, скажем так, кандидатов на службу, то есть она это успешно их выявляет, и мы уже принимаем решения, ну, скажем так, не всегда в их пользу, потому что это вытекает уже в дальнейшем, различные проблемные ситуации, да, которые не нужны никому, то есть ни обществу, ни полиции, вообще ни гражданам, вот, поэтому такие люди, благодаря выстроенной системе отбора, то есть они все-таки к нам не попадают, и у нас сотрудники все всегда держат себя в руках и вежливо общаются с гражданами. Павел Николаевич, я знаю, много лет уже вот с патрульно-постовой службой общаюсь, уже больше 20 лет, наверное, бывало вот раньше нам почаще в вашем подразделении, а всегда меня удивлял коллектив. У вас, ваше подразделение всегда отличало, отличало некоторое сплоченность коллектива. Вот как сейчас у вас, что вы можете сказать о том, если человек попадает к вам, куда он попадает? Как, почему-то, в сравнении с семьей? Да, действительно, очень верно подметили. У нас, кстати, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что в этом году у нас исполняется 45 лет нашему подразделению. 16 июля, наш батальон был создан 16 июля 1979 года, и с тех пор действительно заложились вот такие основы взаимопонимания какого-то такого служебного братства, я бы сказал, где, попадая в наш коллектив, молодой сотрудник чувствует себя достаточно комфортно и уютно. Я по долгу службы общаюсь практически с каждым полицейским, и не по разу, и зачастую по нескольку раз в день мы видимся, беседуем. И молодые сотрудники, которые вновь приняты на службу, в общем-то с теплотой отзываются о наставниках, которые уже с опытом службы. У нас рука помощи, это основное, то есть они и наставляют по службе, и в то же время никаких напряжений, то есть даже какие-то, если моменты возникают, они их сглаживают, более опытные сотрудники. И ни один еще сотрудник не может сказать, что из нашего подразделения, бывает, переходят и в другие службы, бывают на повышение должности, в другие службы и подразделения переходят. Но исключительно не из-за того, что какие-то напряжения в коллективе. То есть у нас и морально-психологические срезы проходят, заполняются анонимные анкеты, и в общем-то благоприятный морально-психологический климат. На это тоже мы особое внимание, как кадровые службы, которые я руковожу в нашем подразделении, особое внимание уделяется вот именно вот этим моментам. И поэтому, несмотря на то, что личный состав у нас, конечно, обновился, дело в том, что порядка, наверное, 80% сейчас у нас именно молодые сотрудники, от трех до пяти лет, которые тут не так давно пришли на службу, и они с теплотой отзываются о нашем коллективе. Это здорово. И о командирах в том числе. Это вообще здорово. А в госавтоинспекции ведь уже существует, да, наставничество? Да, существует, в принципе. Опытные инспекторы, которые там на дороге уже прослужили не один десяток лет, а есть такие, да? Да, наставничество существует, потому что тот объем задач, который выполняет госавтоинспекция, то есть он безграмотного наставника, то есть осилить весь этот объем знаний, то есть очень достаточно сложно сразу, вот с наскока, да, то есть это практически невозможно. И теория, ну, теория это теория, а практика это уже чуть-чуть оно с теорией, конечно, без теории практики все равно не будет, но практика, она уже, соответственно, нарабатывается в том числе и на основе опыта, который передается, ну, не то, что с поколения в поколение, да, то есть от инспектора к инспектору, то есть там старший инспектор ДПС, вот есть такие должности, да, там заместили командир взвода, командир взвода, то есть все эти люди, то есть они уже работают с молодым сотрудником и уже направляют его, скажем так, в нужное русло, да, опираясь, естественно, на законодательство нашей страны. Уважаемые друзья, на своих экранах вы можете видеть специальный QR-код с выходом на сайт ОМВД России по Тверской области, где вы можете знакомиться со всей информацией по приему на службу в Тверскую полицию. Андрей Эдуардович, в целом, вот мы говорили о наставничестве, наверное, во всех подразделениях вот это вот характерно, да, без этого никуда. Если человек, допустим, приходит, который не закончил специальный вуз, ему есть возможность где поучиться, как освоить профессию? Знаете, даже если человек приходит, который закончил специальный вуз, и в любом случае за ним закрепляется наставник, вот на примере выпускников наших высших учебных заведений МВД, когда они к нам приходят, традиционно за каждым из молодых специалистов, назовем их так, из молодых офицеров, закрепляется более опытный наставник. Делается для того, чтобы те знания, которые получены молодым человеком в высшем учебном заведении или в среднем учебном заведении, они, значит, были успешно применены на практике. Есть некоторые нюансы службы, которые отличаются от того, что преподают в институте. На практике всегда есть нюансы, которые опытный наставник подскажет, вплоть до того, где встать, как расположиться на дороге, как расположиться, когда входишь в квартиру, где живет поднадзорное лицо. Значит, как действовать при задержании в общественном месте хулигана, как встать, кто обеспечивает связь, как осуществляется взаимодействие между напарниками, там, на примере, патрульно-постовой, как осуществлять связь и взаимодействие с дежурной частью. Ну, это некие нюансы, а уж по поводу служебной документации, которую надо, это, безусловно, нужен наставник. То же самое, когда люди к нам приходят, так называемые, с гражданки. У них есть стажировка, после которой они попадают на первоначальную подготовку. И на этапе стажировки, безусловно, за ними закрепляется наставник. И после окончания у нас первоначальной подготовки, вот у нас, она проходит в филиале Тверского госуниверситета МВД имени Кикотя. Вот, и в том, и в другом случае у нас за сотрудником закрепляется наставник. Это правильно, это имеет, в общем-то, не только традиции, это имеет практический смысл. Кто сейчас требуется на службу? Буквально несколько минут, к сожалению, программа подходит к вам. Кого ждете? Ждем молодых людей, для которых интересна стабильность, я имею в виду. Те соцгарантии и ту зарплату, которую платит государство сегодня. Желание общаться со своими коллегами и быть в нормальных коллективах. Но нужны люди, которые у нас способны нести службу и готовы нести службу. Вот, несмотря на все тяжести по службе, которые рассказали коллеги, могу сказать, что, в общем-то, это компенсируется и интересной службой. На сегодняшний день батальон патрульно-постовой службы – одно из самых дееспособных подразделений на территории областного центра. Именно они первыми оказываются практически при совершении любого правонарушения. Именно они призваны и оперативно реагируют на любое совершенное на территории областного центра правонарушение или преступление. Поэтому и служить там интересно. Они каждый раз сталкиваются с разными жуликами и мошенниками, с которыми у них успешно получается бороться. Что касается дорожно-патрульной службы, слушайте, многие из нас автолюбители. Иногда, находясь за рулем автотранспортного средства, видя, как очередной один из недисциплинированных водителей, назовем их так, корректно, нарушает явно, грубо правила дорожного движения, думаешь, где же сотрудники ГИБДД. Даже я об этом иногда вспоминаю. Но, вы знаете, на собственном опыте несколько раз сталкивался. Ведь то законное возмездие, которое с собой несут сотрудники ГИБДД, находясь на дороге, оно, безусловно, каждого правонарушителя настигает. Рано или поздно это происходит. Главное, чтобы не случилось беды. Но на то и существует профилактика. Уважаемые друзья, у нас программа подходит к концу. Вопрос, наверное, ко всем участникам. Павел Николаевич, интересно служить у вас? Честно признаюсь, я ни разу не пожалел, когда в свое время поступил. Я, кстати, так же, как и товарищ полковник, начинал службу с участковых уполномоченных. Потом уже, так сказать, меня привела судьба в патрульную постовую службу. Ни разу не пожалел. Действительно, и кругозор расширил. И в каких только я и мероприятиях не участвовал. И действительно, в крепком коллективе, в настоящем мужском коллективе продолжаю служить. Мне служба нравится, служу желанием. Сергей Николаевич, ваше за полицию? Наша за госавтоинспекцию. То есть это очень интересная служба. Она в плане как общения, так скажем так, и саморазвития. То есть это очень много нормативных документов, которые ты изучаешь, находясь на службе. И они тебе потом в любом случае пригодятся жизни. То есть это возможность компенсировать свое время. То есть это теми выплатами, которые осуществляет государство. В том числе взаимодействие с аппаратом губернатора Тверской области. То есть у нас стимулирующие выплаты есть. И то есть сотрудник госавтоинспекции, он находится, скажем так, в достойном положении. Несмотря на все тяготы решения, которые ему предстоит по долгу службы нести. И служба госавтоинспекции, то есть она настолько расширяет кругозор. И позволяет самореализоваться. То есть все наши, те, кто людью достойно служил, ушел на пенсию. То есть они все находят себе достойное применение, скажем так, в гражданском обществе. Очень там хорошо себя чувствуют. И прекрасные отзывы от них мы получаем, скажем так, от взаимосвязи. Уважаемые друзья, хочу еще раз обратиться к вам. Послушайте внимательно выступления сотрудников Тверской полиции. Пополняйте ряды, тем более, что возможность для этого сейчас есть великолепная. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.